Друзья, всем-всем привет, всем-всем здорово! Вы на канале Никиты Крылова. Я решил немного, как говорится, немного убрать улицы Стамбула, немного с вами поговорить, ответить на ваши комментарии, для того, чтобы дать вам день отдыха небольшой. Не буду нагружать городом, просто немножечко пообщаемся. Ну, для начала я хотел бы сказать вам спасибо огромное за то, что смотрите. Безумно приятно, честно говоря, за то, что комментируете, за то, что нераднодушны, за то, что вам нравится, не нравится, за то, что вы пишете, за то, что мы общаемся. Для меня это, честно говоря, гиперважно, это очень приятно. Спасибо огромное еще раз. Кто не подписался, тоже подписывайтесь, будем общаться, будем дружить, как говорится. Я бы так даже сказал. Ну, и, конечно же, для того, чтобы связь получилась полноценной, я решил, что начну читать комментарии. Я видео записываю, грубо говоря, уже почти ночью. То есть, сегодня 22 февраля. Завтра будет 23. В этот день как раз-таки видео и выйдет. Сейчас 10 часов вечера. Сейчас, собственно, давайте посмотрим, что вообще на данную минуту пишут, какие вопросы актуальны на канале. Возможно, просто какие-то я... Ну, естественно, я тоже пропущу сейчас какие-то. Если что, снова-таки задавайте вопросы, буду отвечать, постепенно снимая видео. Ну, какие-то я там упустил. Сейчас постараюсь на них ответить. Вот, как-то так. Как-то так, как-то так. Ну, во-первых, скажу честно, очень много хороших комментариев. Это безумно приятно. Точнее, не то, что очень много, а подавляющее большинство. Немного у меня нос заложен. Вот, потому что я с такой... Нахожусь в стадии небольшой болезни. Я скажу так. Вот. Ну, дело в том, что Леха вот это с Испании привез. И вот до сих пор, до сих пор, как-то мне так потихоньку это самое. Все проходит. Вот. Большинство, абсолютное большинство пишут хорошие комментарии. Говорят, какие мы с Лехой молодцы. Говорят, что у нас все хорошо получается. Вот. Я считаю, что нет предела совершенству. Но, действительно, очень приятно, когда ценят твои труды, твою работу. Вот. Ну, и самое главное, что, естественно, я думаю, все видят это в взгляде, что я очень рад, конечно же, встрече с Лехой. Всегда, всегда рад этому. Вот. И нам удалось встретиться в Стамбуле. Это очень круто. Я, честно говоря, хочется сказать, я счастлив. Да, я счастлив. Когда встречаюсь с братом, я счастлив. Скажу так. Вот. Пишут. Приятно смотреть, когда братья поддерживают друга. Да, мы поддерживаем друг друга. Вот. Стараемся снимать. Как вы понимаете, мы ходим постоянно вместе. Вот. Вместе находимся, снимаем. При этом стараемся как-то. Разный контент. Вот. Иногда что-то все равно пересекается. Но, я думаю, ничего страшного. Все равно все же понимают, что подача Алексея или моя подача, это вообще совсем разные вещи. Вот. Мне очень нравятся форматы, когда, например, я даже могу снимать вот, как Алексей снимает, например, в этот момент. В общем, не знаю. Мне кажется, это такая классная штука. Вот. Вот у вас есть уникальная возможность просто сейчас понаблюдать, в том числе, вот, как кто работает с камерой, как вот, кто на что снимает, даже банально это видно. Потому что обычно, ну, вот я с вами общаюсь, вы же не видите, да? Вот у меня, например, сейчас в руке штатив, вот телефон. Вот. Вы видите только меня. А так, раз сбоку Алексей, бах, меня подснял, и все. Супер. Вот, все супер. Прямо сейчас он занимается монтажом. Я не буду отвлекать. В этом видео буду я один. Вот. И так вы постоянно на нас двоих смотрите. У меня теперь соло, как говорится. Ой. Извините, пожалуйста. Немного закашлялся. Так. Спасибо за видео из Стамбула. Пишет. Вы классные, юморные. Очень приятно на вас смотреть. Да, действительно, мы стараемся. Время тяжелое. Время непростое. Все мы понимаем, да. Какая трагедия еще и произошла вот в Турции. Как бы, ну, совсем недавно, да. Считайте, что совсем недавно. Еще вот пару дней назад, да, снова были какие-то толчки. Все понимали. Конечно, соболезнования, это естественно. Огромное количество погибших. Это все понятно. Вот. Но, вот что мне нравится в Турках. Жизнь продолжается. Они всегда об этом говорят. Жизнь продолжается. Нужно строить. Нужно развиваться. Нужно создавать что-то. Они очень сильно помогают друг другу. Они... О. Алексей чихнул. Не знаю, слышали вы или нет. Вот. Будь здоров. Они, на самом деле, очень сильно сплоченные. Они прям такие друг за другом, знаете ли. Просто тонны гуманитарной помощи уходят вот от простых людей в районы пострадавших. Да банально просто зайти в инстаграм, например, там знаменитых поваров, там, Нусред, там, или, господи, как, в общем, Бурак. Вот, Бурак. Я думаю, знают там многие. Вот, банально зайти. Или там, вот, например, Дандурму продает мужик. У меня видео было на канале. Он очень знаменитый. Вот, Дубай. Я его тоже встречал. Вот, все там сейчас находятся. Все помогают. И сколько я общался, все рассказывали, что прям сразу... Там неимоверная помощь пошла туда. Все-все-все комбалировали все вещи, финансы, покупали продукты, отправляли туда. В общем, народ, вот, честно говоря, не словом, а делом, вот, схватился и как бы потихоньку выходит из-за этой ситуации. Скажу так. Вот, как-то так. То есть, я к чему? Я уже не раз это говорил. И я не раз это буду говорить. Потому что я считаю это гиперважно. Это гиперважно. Это прям огромный показатель того вообще, что происходит. Вот. Как нужно реагировать на такие ситуации. Вот. Ну и тема взаимодействия, естественно, важна в контексте того, что мы смотрим недвижимость. Вот. Мы смотрим недвижимость. Тема нам... Это очень интересно с Алексеем. Честно говоря. Ну, вот, по чесноку. 21 век, друзья. Я считаю, что человек должен быть свободен. И он имеет право, если он там заработал, он имеет право тратить деньги так, как он хочет. И вкладывать туда, куда он хочет. Вот. Я считаю, что это круто. То есть, например, вот... Вот я, например, захочу купить квартиру в Стамбуле. Или не в Стамбуле, еще где-нибудь. Вот. Не важно. Вот. Я считаю, это нормально. То есть, почему? Я при... Вот сейчас, например, приехал в Стамбул. И думаю, так. Так-так-так. Посмотрел на город. Думаю, о, прикольно. Классно. Ага. Так это и выгодно. И так далее, и так далее, и так далее. То же самое, например, я могу у себя дома купить квартиру. Тоже там другие будут нюансы. Вот. То же самое может, например, там, там, житель Турции приехать и купить квартиру у нас. Вот. Короче говоря, вот это все, я считаю, очень важно, когда... Ну, мое личное мнение, что мир, он должен быть такой, знаете ли, свободный. Границ. Ну, хочется сказать, не должно быть границ. Нет, наверное, они все-таки должны быть, да, какие-то такие формальные. Но вот это свобода перемещения должна быть. Все должны общаться. Потому что я вот, например, находишься там в Дубае. Вы посмотрите, как там все это происходит. Как люди вместе все выстраивают просто свою мечту, свое будущее они выстраивают. Вот. Естественно, тоже там есть какие-то ситуации. И наверняка там кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Но все, как бы, терпят, все знают, что они делают, ради чего они делают. Кто-то ради денег, кто-то ради, там, не знаю, ради славы, ради еще чего-то. То есть, такой город возможностей. Я считаю, что вот все страны, все города, все поселки, все должно стать такими, знаете, точкой притяжения и возможностей, я бы так сказал. То есть, чтобы со всего мира, я лично за, чтобы со всего мира к нам приезжали, покупали недвижимость. Так, в принципе, происходит. Да, покупают. Но, в общем, везде есть свои плюсы, везде минусы. Поэтому насчет того, что мы смотрим недвижимость и было землетрясение, мы записали прям отдельное видео. Вот. Мы записали это видео. И оно выйдет немного позже, скажу так. То есть, в принципе, все разобрали. Почему, что, как, зачем, что главное. Ну, как бы, никто виноват, а вот что делать. Самое главное, что делать. И турки, как вы понимаете, они делают. Это очень круто, на самом деле. Вот они реально делают выводы и они делают. Делают дальше. Так, давайте все-таки перейдем потихоньку еще к комментариям. Так, говорят, очень хороший формат видео. То, что вдвоем, вот, обзоры хорошие. Так. И пишут вот негатив, пишут только завистники. Смотрите, я не против негатива. Пишите обязательно, если вам что-то не нравится. Из-за чего? Из-за того, что мне хочется улучшать ролики. Вот. Кто-то просто, например, под этим роликом начнется. Болтовня, болтовня. Вот. Мне захотелось пообщаться. Вот я делаю то, что я хочу. Мне захотелось пообщаться. Есть актуальные вопросы. Мне хочется дать на них ответы. Вот и все, в принципе. Так. Пишут тоже. Вот столько хороших комментариев. Никита, вы с Лешей самые любимые блогеры. Спасибо огромное. Спасибо большое. Так. Давайте сейчас будем еще переходить к комментариям. Под разными видео просто смотрю. Вот. Вот. Говорят, спасибо, что без мата. Спасибо большое. Да. Спасибо большое, да. Что я действительно... Темп. Мы, не знаю, в жизни мы тоже не матюкаемся особо. Вот. Мы как бы и снимаем себя. Просто многие удивляются, если честно. Как у нас съемка происходит. Бывает, знаете, все так постановочно. Все там делаю, делаю, делаю. У нас все очень простенько. Вот мы хоп, в жизни общаемся. Раз, включили камеру. Все. Отлично. Супер. Мне кажется, это так и должно быть. Правда жизни. Она такая и есть. Вот. Так мы и живем. Например, кто-то там говорит, там, пенсионерский отдых, например, вот там, с Юлиной. Слушайте, ну, мы не должны, я считаю, постоянно в таком бешеном ритме, знаете ли. Вот. Что-то делать, делать, делать. Иногда видосы у меня такие энергичные. Иногда все-таки более лирические. Иногда хочется просто поговорить, вот, пообщаться. Вот. Задавайте вопросы под этим видео. Тоже, я же говорю, буду отвечать. Постепенно стараться. Вот. С Масленицей вас поздравляем. Да. Спасибо огромное. Кстати, нужно будет блинов поесть. Надо будет приготовить, наверное. Даже не знаю, как, что. А хотя где готовить? Не знаю. Вот. Это же надо найти место. Будем смотреть. Будем думать. Ой. Вот родители очень вкусные блины делают. Мама постоянно нам на завтрак. Помню, в детстве тоже блинчики делала. Я один раз в лагере на Урале был. У бабушки. Вот. И, короче говоря, съел. Там в две смены, да? Обедали. Вот. И я съел. Я в первую смену обедал. Я съел все, всю добавку, все блины. Вот. И после этого обеда меня пацаны зовут. Говорят, Никита. А там же все местные. А я один приезжий. Тем более, аж откуда. Они говорят, Никита. Нам повара сказали, что ты съел все блины. Вот. А я ходил. А я ходил. Я очень люблю блины. Я говорю. Да нет. Я не один их ел. Хотя на самом деле я много очень слопал тогда. Вот. Я очень люблю блины. Вот. Поэтому вот так вот. 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 Юлина Крестная как раз таки знает, что я люблю блины. Она нам часто их раз. Мы придем. И она нам часто очень готовит их. Так. Сейчас. Вот насчет землетрясения тоже говорит. Есть карта по Стамбулу по надежной почве. Это. И тут Кадыкёй, Садье, Гостепе. Я просто не очень знаю районы. Вот. Центра понятия растяжимой в Стамбуле. Да. Стамбул. Еще раз повторюсь. Я уже говорил в своих видео. Огромнейший город. Просто огромный. 150 на 50. Представляете. То есть для них вот реально для жителей Стамбула центр это грубо говоря вот на машине там. Ну например 15 минут до центра это центр. Для меня 15 минут до центра это кажется ну так как бы это подождите на машине то есть это там грубо говоря там 10 километров да все таки до центра. А это ну для Стамбула это центр. Вот. Хорошие дороги все. Ну пробки конечно там вечером. Это понятно. Но днем кстати нормально передвигаться. Вот сколько ездили. Ездим. Мне нравится очень. Красивый город. Узнал его в этот раз прям. Вот. Очень много. Так. Ага. Так. Сейчас давайте еще переключу на другое видео. Чуть-чуть. Так-так-так-так-так. Сейчас давайте давайте. Я просто смотрю очень много приятного. Очень много приятного. Хочется что-то. Какой-то конкретный вопрос. Прям взять. О давайте я вот так сделаю. Сейчас посмотрю что вот из последних прям. Что задают. Прям обновляю. 22 часа 12 минут. Написано. Очень классно выглядите. Красивые мужчины. Спасибо огромное. Вот. Пишут. Молодцы братья. Кажется снимают одно и то же. А видео разные. Дополняющие друг друга. И картинка более объемная. Их путешествий в Стамбуле. Да. 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 Я вот кстати знаю. Какое видео выйдет. Получается. Ну вот. Вы смотрите это 23. 24. Я знаю какое видео выйдет. Лехи. Я не знаю. Если планы не поменяются. Вот. Вы увидите реальный пример. Того. Как это работает. Вот. Как мы снимаем в один день. В один вечер. Казалось бы. Вот. Казалось бы. Что. Как бы все там. Ну. В общем. Вы посмотрите. Вот. Посмотрите. У него. У меня. Что будет происходить. Видео будет обалденное. Просто обалденное. Вот. У меня такое впечатление. Что там у Лехи будет просто миллион просмотров. Я вам говорю. Заинтриговал. Вот. Завтра обязательно заходите на канал. Смотрите. Сегодня тоже. Посмотрите. Ой. Да. Угу. 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 Так. Очень много. Так. 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 Кстати. Насчет стеклянных. Вот. Написано. Стеклянные балконы на крыше. Это нарушение всех правил безопасности. Интересно. Много ли там людей. Убилось. Это же относится к балконам. В жилых домах. Это панорамные окна. На 17 этаже. Ужас. Это. Ну я понимаю. Да. Это к тому что. А. Все. Я думал это квартира относится. Это относится к тому что. Кафе. Кафе находится на крыше. В Стамбуле. Очень много. Вот. И вот этот панорамный вид. Чаечек. Кофеечек. Вкусная еда. Чайки. Мечети. На самом деле. Я считаю это очень круто. Я не знаю почему. Нарушение всех правил безопасности. Ну я вообще не понимаю. Ну то есть. В принципе. Просто на крыше дома ты находишься. А что. Что не так в принципе. Вот. То же самое. Не знаю. Ну да. Ну а что. Просто панорамное застекление. А что. Ну что именно нарушение. Правил безопасности. Не безопасно на крыше что ли находиться. А как бы. Ну в доме мы живем. Под крышей безопаснее что ли находиться. Тогда получается. Не знаю. Странно. Ну то есть. Типа. Может там кто-то думает. Что кто-то прыгает. Собирается оттуда. Или что-то такое. Так мне кажется. Там независимо уже есть кафе. Или нет кафе. На этой крыше. Тут такое дело. Вот. Пишет. Берите пример с турков. Становитесь патриотами. Да. На самом деле. Я вам скажу. У многих наций можно брать примеры. Вот. Ну это дело такое. У каждого есть какие-то свои плюсы, минусы. Да. У турков огромный патриотизм. Просто огромный патриотизм. Они вот. Например. В магазине. Вот будут стоять макароны. Турецкие. Макароны итальянские. Выбор очевиден. Прям выбор очевиден. Вот. Они очень любят все турецкое. В принципе. Что из такого. Да. Ну. Вы там. Увидите флаги везде. Например. Турецкие. Они все это вывешивают. Вы видите. Флаги на балконах. В том числе люди. Там. На машинах. Вот. Ну и просто огромные флагштоки. Да. Государственные. Вот. Поэтому. Поэтому. Да. Это хорошая у них штука. Патриотизм у них прям. Развит. Это правда. Так. О. Насчет. Туалета. Вчера видео. То, что выходило. Мы говорили. Мы показывали. Общественные туалеты. Говорили. Что человек наверняка миллионер. Потому что. Такой проходняк. В этом общественном туалете. Три лиры стоит. И. Ну. В общем. Мы сказали. Что однозначно миллионер. Вот. Пишет. Пользователь. Под ником. Харчевня. Помню. Действие. Друг спросил у меня. Знаешь. Кем работает сосед. Напротив. Я знал. А. Я не знал. Друг сказал. Он директор. Мусорной свалки. Мне стало смешно. Но после того. Как он объяснил. Какие там деньги крутятся. Больше. Мне. Не смешно. Ну да. Да. И то же самое. То лет. Там тоже крутятся. Огромные деньги. Вот. Так. Так. Сейчас. Сейчас. Так. Ага. 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 Так. Сейчас. Сейчас. Секундочку. Буквально. Просто я смотрю. У меня просто тут вот комментарии сейчас. А из последних. Они как бы просто. Вот. У меня выскакивают списком. Да. И не важно. То есть. Видео там. Под последними. Под последними. Просто вот последние оставшиеся. И поэтому. И бабушку комментирует. Вот эту ситуацию. Кто знает. Кто не знает. Вот. Но я думаю. Большинство знает. Вот. И параллельно комментирует. Последнее видео. Которое выходило. Вот. Поэтому тут уже. Вот. Поэтому. Тут уже очень много всего. Добрый день. Никита. А в топ копы. Пойдете? Посмотрим. Может быть сходим. Честно говоря. В Стамбуле. Мне кажется. Все обойти невозможно. Поэтому. Если в этой поездке не пойдем. Обязательно будут еще поездки. Ну. Я на это надеюсь. Как оно будет складываться. Я не знаю. Я уже боюсь загадывать. В этой жизни. Что-либо. Вот. А то просто это самое. Вот. Вот. Написан комментарий. У тебя брат-герой. Спас семью. Подписывайся. Подписывайся. Потому что уважаю Алексея. Да. Я честно говоря. Тоже уважаю Алексея. Да. И насчет спас семью. Такое. Немалое. Количество. Ну. Нынче это называется. Слово. Хейт. Критика. Я так сказал. То есть. Разные вообще злопыхатели. Такую. Такой бред. Честно говоря. Пишут. Поэтому. Не знаю. Мне кажется. Вообще. Когда у человека. Там сложная ситуация. Всегда нужна поддержка. Вот. Турки. Да. Тому пример. Там. Есть. Всякое. Показывают. По новостям. Там. В интернете. В телеграммах. Что там. Бывает. Это мародерство. Всякое бывает. Всякое бывает. Но. Вообще. Я. За то. Что. Вот. Всегда поддерживать. Стараться. Делать. Поэтому. Вот. Алексею. Чем больше вы пишете. Хороших ему комментариев. Тем. Как бы. Честно говоря. Тем у него лучше настроение. И даже видео лучше выходит. Потому что. Я все это со стороны наблюдаю. Как он там переживает. Когда гадости напишет. Что-то еще. Вот. Поэтому. Вот так. Спасибо огромное. Еще раз. Говорю. За поддержку. В основном. Все. Конечно. Пишут. Хорошие. Так. Пишут. Совет. Вот. Съездить в Узбекистан. Говорит. Вот. Там действительно вкусная. Разнообразная кухня. Есть такие. Ага. Блогеры. Так. Денис и Федя. Вот. Говорят. Например. Они снимают. Ага. Не знаю. Честно говоря. Я просто не всех блогеров знаю. Действительно. Узбекистан. Я бы тоже съездил. Говорю сразу. У меня в планах. Было. Было. И надеюсь. Я обязательно побываю. Вот. Я плов. Самса. Это все просто. One love. Как говорится. Обожаю. Вот эту всю восточную кухню. Дело в том. Что. Крымские татары. Очень много. Они жили в Узбекистане. После депортации. Поэтому. Поэтому. Они как бы тоже. Привезли там кухню. Оттуда. Часть. В общем. Ну. Понятно. Что все это смешение идет. Вот. Поэтому. Я же говорю. Я люблю кухню. Когда вот у нас тоже готовят. Все это плов. Лагман. Манты. Или манты. Кто уже как называет. Вот. Так что так. Так что так. Вот. Насчет солнечной погоды в Стамбуле. Друзья. Да. Солнечную погоду. Стамбул совсем другой. Смотрю. 22 часа. 20 минут. Наверное. Я уже наговорил. Немного. Конечно. Прям. Конкретных ответов. Я дал. На комментарии. Но. Честно говоря. Вот так вот. С кандычка. Я прям не нашел какие-то такие вопросы. В основном. Я же говорю. В основном. Пишут благодарность. В основном. Естественно. Всех. Тема землетрясения волнует. Ну. Это я считаю тоже. В принципе нормально. Так и должно быть. Меня это тоже естественно все волнует. Скажу так. Поэтому. Я тоже сам лично хочу разбираться. В этом всем. Как и в недвижимости. Мне интересно. Я хочу. В этом разобраться. Вот. Поэтому. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Еще раз всем говорю. Спасибо огромное. За то что смотрите. За то что комментируете. За то что неравнодушны. Оставляйте комментарии. Давайте вот под этим видео. Да. Я тоже. Я постараюсь. Тоже побольше отвечать. На ваши комментарии. Вот. Какие-то вопросы. Возможно. У вас есть. Очень важные. Пишите. Обязательно. По недвижимости. Тоже вы знаете. Куда писать. Вот. Все контакты тоже есть в описании. Всем всего самого лучшего. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Самое главное. Мира. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok